здравствуйте дорогие друзья сегодня я хотел вам рассказать о таком важном секретном органе ну для вас секретным для многих из вас нашего тела как вилочковая железа что это такое это фактически такой стартер нашего иммунитета когда мы в детстве находимся с детства вилочковая железа играет такой ну скажем так вторую роль после костного мозга то есть она фактически является как второй костный мозг не секрет что иммунитет зависит в основном от развития и нормального функционирования костного мозга человека но в детстве у костного мозга есть помощник который называется вилочковая железа вот располагается помощник вот здесь вот за грудиной сверху то есть прямо за грудиной у детей она большого достаточно размера такого очень приличного вот и она если так сравнивать я по простому не буду сегодня сложно рассказывать к этому даваться в гормональные особенности по простому как бы так скажу образно образно было вам более понятно то есть когда начинает развиваться костный мозг у ребенка вилочковая железа является по сути вторым костным мозгом то есть она фактически является пускателем многих процессов развития детского иммунитета есть это можно сравнить с таким ну скажем так если костный мозг это уголе костра да то вилочковая железа подбрасывает этот костер постоянно дрова на чтобы он сильнее разгорался то есть вся жизненная сила весь иммунитет фактически правильное его развитие 100 у ребенка строится вот на именно развитие вилочковой железы вот непосредственно связана вилочковая железа и и функционирование с вегетативными нервными сплетениями шейного отдела позвоночника и и фактически регуляция идет оттуда вот поэтому так важно чтобы у ребенка была здоровая шея чтобы не было родовых травм что касается дальнейшего дальнейшей деятельности вилочковой железы то есть какой-то момент костер этот вот наш условный виде иммунитета до дошел до определенного уровня своего функционирования да и он уже у взрослого молодого человека там как 25 годам полностью сформирован вот и дальше он должен гореть костер вот на одном уровне вот но к сожалению к сожалению благодаря многим процессам в том числе связанным с шейным остеохондрозом том числе связанным с неправильным дыханием как это ни странно потому что вилочковая железа очень сильно зависит от уровня кислорода углекислого газа потому орган активный вот питательных веществ в крови вот если будет неправильное дыхание то первую очередь страдает функция именно и вилочковой железы то есть она начинает страдать она начинает деградировать и костер иммунитета наш который она должна постоянно чуть-чуть дровишек подкидывать он начинает тухнуть начинать тухнуть вот и к сожалению профилактикой мало кто знает вообще из обывателей про вилочковую железу все за орган вот кому интересно можете почитать в интернете статьи много написано поймете насколько это важно вот и к сожалению медицина опустила руки и вот этот процесс инволюционирования вилочкой железы который начинается буквально с 20 лет у людей там у некоторых и раньше вот и к старости буквально деградирует полностью вилочковая железа вот он объявлен современной медицины как естественный процесс которым ничего невозможно сделать но с другой стороны мы с вами должны понимать как здравомыслящие люди что если мы будем поддерживать нормальный уровень кровоснабжения вилочкой железы то естественно естественно процесс инволюционирования во первых может быть замедлен вот во вторых он может быть остановлен на но для этого нужно конечно применять комплекс мероприятий чтобы этого добиться вот что касается чтобы костер иммунитета нашего горел как говорится постоянно и без снижения вот что касается самых простых советов вот от меня для вас для наших подписчиков дорогих и любимых поскольку иммунитет это самое важное что существует нашем теле ведь он борется не только с инфекциями которые постоянно нас атакуют вирусные и бактериальные но он борется еще и с раковыми клетками все это понимают что в организме постоянно образуются раковые клетки которые наш иммунитет эффективно выискивает и обезвреживает до уничтожает вот и естественно самая страшная болезнь онкология всеми путями надо ее пытаться избегать соответственно для этого необходимо поддерживать иммунитет вот простые методы как как простые методы там что-то пьют там пилюли не пилюли там кто-то там питается там для иммунитета и так далее но надо понимать что даже если вам там 70 лет все равно там или 80 лет у вас все равно частично клетки вилочковой железы вашей они все равно уж не говоря о тех кому там 40 50 лет там вот они все равно работают просто их мало да но разве развивая в них кровоснабжение развивая в них кровоснабжение можно добиться очень многого по именно иммунитету и самый простой способ который я вам сейчас покажу для того чтобы постоянно регулярно стимулировать кровоток вилочковой железы это банально простукивание вот пальцами по верхней части грудины вот здесь и ключицы сходятся чуть пониже ключицу можно вот так одна на другой руки по грудине по центру грудины достаточно болезненно должно это быть чтобы рефлекторно внутри вилочковая железа ваша начала функционировать более эффективно это достаточно делать всего пять минут в день пять минут в день смотрите только так не стучите себе прям кулаком в грудь как king kong чтобы нет самое не проломить грудину не дай бог себе или не было потом каких-то синяков чтобы потом не сможете неделю повторять это прекрасное упражнение вот но рекомендую это делать именно необходимо это делать с утра поставка проснулись перед завтраком но мы листом почистили вот можно сделать это упражнение это будет очень прекрасно что еще есть разные еще дополнительные методы стимуляции вилочковой железы мы не будем еще говорить есть специальные упражнения дыхательные но они певческие то есть применением голоса когда вибрируют голосовые связки начинает вибрации перед правильно если вибрируют если правильно это все сделать то начинает вибрация передаваться вилочковую железу и это еще более эффективное такое процесс стимуляции кровотока в ней за счет вибрации вот это вот звуковой вот достаточно сложные поэтому в этом видео я не буду затрагивать а так вот то что я хотел сказать про вилочковую железу ее связь с иммунитетом с костным мозгом образно вам передал суть работы этого органа пользуйтесь упражнением которые я показал и будем еще касаться этой темы затрагивать потому что иммунитет это важно прежде всего по поводу онкологии да и по поводу вообще устойчивости резистентности к внешним факторам поэтому с вилочкой в железу еще будем с вами встречаться будьте здоровы с вами был доктор шишунин подпишитесь на наш канал чтобы не пропустить новое видео для этого нажмите кнопку подписаться под этим видео после того как вы нажали подписаться вы подписаны нажмите на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео на свою электронную почту выберите получать все уведомления и сохранить также в описании вам доступны ссылки на все проекты доктора шишонина клуб бывших гипертоников доктора шишонина видеофильмы доктора шишонина запись на бесплатное обследование в клинику будьте здоровы